В Америке, в США, в Калифорнии. Это к моему прошлому видео, к которому я говорил, что сразу множество городов были сожжены в 1871 году. Конкретно остались сведения только по Чикаго, да? Я просто не знал, пропустил это, да? Вот смотрите на экране. Это именно происходят пожары в Калифорнии. Вот так же, обратите внимание, далее включил съемок. В общем, хорошо, что сейчас такое время, что уже у людей есть дроны, которые могут снимать с воздуха. И вот люди используют дроны, чтобы снять вот... И смотрите, стекла расплавились у автомобилей, то есть стекла выгрели. Также выгрели литые диски, и они расплавились, и там лужицы. От алюминия поплавленного. Что интересно, да? Но официальная версия, как всегда, тупит. Это типа лесные пожары, и ветер был сильный, и типа нагнало огонь, да? Ну, а по-настоящему что произошло? Видите, поворотники поплавились, да? А самое интересное, что деревья-то целы. Какие нах... Потом деревья не горели, деревья стоят. Видите, поплавились у машин стекла, а стекла плавятся при высокой температуре. Или литые диски растеклись лужицами алюминия, да? А вроде с самого... То есть домов, домов вернее, да? И большие территории с домами сгорели. Главное... И то есть вокруг целые деревья, а именно горели, только выгорали дома. И в общем, после... Это, я еще раз повторяюсь, это происходило в Калифорнии. Ну, там в одних видео написано, это было 7, 8, 9, 10 октября, в других 7 декабря. Ну, то есть без разницы, какая разница. Ну, имеется в виду, вот сейчас 2000... Ну, поздно я уже снимаю, да? Я просто раньше не знал об этой новости. Имеется в виду 2017 год. И то есть вот такая вот... Получилась вещь, что 1500 домов сожгли. Вот там я видел, показывали. И видите, это с дрона снимают, что леса целые. И главное, одно видео, просто мне сейчас не найти этих видео. Очень много в интернете. Видите, деревья целые. Вот, кругом деревья целые. То есть это никакой не лес горел. А это именно показаны. Вот, в 2017 году стали выжигать. Видимо, кому-то не нравились жители вот этого района. Так вот, видите, деревья целые. Обратите внимание, деревья не пострадали, а именно, вот, смотрите, видите, деревья стоят, а дома выжжены. Но машины сгорели, только которые возле домов стояли. Именно точечными одного оружия, точными прицелами, именно выжигали дома. Видите, выжигали целые районы. И главное, говорят, что в домах сгорели все. И унитазы, и ванны. Полностью все. Дома сгорались изнутри. И даже была там показана съемка, только я сейчас не найду уже где, где одно дерево, ну, толстенькое такое дерево, и оно горело внутри. То есть снаружи не горело, а внутри некоторые говорят, что использование микроволнового оружия. Ну, в общем, вот такая вот. офигеть. Сейчас посмотрел про пожары в Греции. Очевидцы говорят, что пожар вспыхнул мгновенно сразу во многих домах. И люди только успевали бежать. И это было мгновенно в двух городах, которые на гигантском расстоянии друг от друга. Ну, вроде вчера, да. И смотрите, опять та же ситуация, что с видео по Калифорнии. То есть идет применение какого-то оружия. Потому что опять та же ситуация, горят лесные пожары. Но смотрите, теперь вот даже на эту фотку, видите, горело тут. Да? Дым идет откуда-то тут. Ну, а деревья-то не горят. Какие нахрен лесные пожары? Что за бред официальной версии ученых? Какие опять лесные пожары? Вот деревья, они не горят. Может, где-то вы увидите горящее дерево, но оно тоже могло загореться. Ну, понимаете, что такое лесные пожары? Когда вот из леса идет, одно за другим дерево горит, горит, горит. И на дом. Люди уже, ну, как бы конспирологи уже снимали эти видео, да, объясняли, что стекла правятся при большой температуре. Также Валерий делал опыт. То есть, ну, показывал проведение опыта по этому пожару в Калифорнии. То есть, взяли литой диск, снятый с машины, наложили туда кучу дров и развели там костер. И подождали, пока весь этот костер догорит. И диску не было вообще ничего. Он ни капли не поплавился. То есть, в нем разожгли костер, он ни капли не поправился. А тут, смотрите, что вам втирают лапшу. Лесные пожары. И смотрите, целые деревья стоят вокруг. Это ли спецырь? Ладно. Видите, двигатель поплавился, да? Именно где капот двигателя, да? Смотрите, там, по-моему, сиденья или пластмасса, они вообще не погорели внутри. И интересно, вот там тоже видно литой диск поплавился, да? Лужица. Тут вообще литой диск исчез. Утек куда-то. Вот тут литой диск чуть-чуть осталось. Тут явно видно лужа. Течет алюминий. То есть, это, представляете, это воздействие какого-то, вот, я вам всегда говорил в своих видео, да, подписывайтесь на мой канал, что есть оружие, которое не вызывает никакую радиацию, которое могут выжигать дома, города. И, допустим, это какое-то вот применялось микроволновое оружие. И, в общем-то, применяли какое-то непонятное оружие. Кто применяет это оружие, также непонятно. Ну, я скажу, что применяют это оружие похоже с воздуха. Но плавятся и не горят леса, говорят лесные пожары, да, не горят леса, а плавятся алюминиевые диски. И загораются автомобили. Видите, и стекла сгорают. То есть выгорают стекла, фары и поворотники и алюминиевые диски. То есть явно налицо. А видите металлические диски железные, они не горят. И, смотрите, этот металл, жестяночка, она не горит, а алюминиевые толстенные диски плавятся. Вот я вам покажу картинку основную, которую показывают во всех новостях, типа лесные пожары. По-настоящему они нигде не показывают, чтобы деревья горели. Нигде никаких. Они показывают вот эту картинку, что дым идет откуда-то. Где-то что-то дымится. Но не видно, что. И вот так все новости показывают. Лесные пожары, а показывают не пожары. Такую картиночку нашел. Нигде деревья. деревья. Вот они деревья. Какой нахрен лесной пожар? Вот горит там непонятно возле дома именно. Именно горят дома и возле домов. А, и вот тут интересно, тоже лесные пожары, горят деревья. Вот смотрите, видите деревья? Где деревья горят? Горит земля. как бы такой полосой. Реально земля горит. А деревья не горят. Вот как это огонь туда пошел? И тоже там свидетельства очевидцев в интервью давали. Они говорят, что все загорелось сразу мгновенно одновременно. Во-первых, в двух разных городах и много домов одновременно. Вот тоже интересно. Видите, где лесные пожары? Видите, горит земля. То есть, про что я и говорил в своих видео, что есть оружие, о котором мы не знаем. И тут его применили пока что чуть-чуть, пока что по чуть-чуть, видимо, они тут решили в Греции применять. Ну и кто там по новостям сказали 50 человек погибло. Ну, в общем, сколько я уже ковыряюсь, еще это видео в основном на мастях показывают такую съемку, типа, вот там дым, видите, вот там пожар. И все это во всех новостях, вот так конкретно, ничего не показывают. Это надо будет потом смотреть, когда уже люди с дронов поснимают сами, и будет тогда видно, что выгорали так же само, как в Калифорнии. В Калифорнии, кстати, тогда пожар загорелся одновременно в четырех городах сразу. Ну, выжигали вот эти дома именно точечно, и там было... Поговорим о химтрейлах. Для тех, кто пока не знает, цитирую источник. Химиотрассы или химтрейлы от английского chemtrails городская легенда, согласно которой оккупационное правительство тайно распыляет с пассажирских самолетов какие-то химикаты. Конспирологи утверждают, что такие лайнеры можно узнать по необычным конденсационным следам. Для того, чтобы выяснить, так ли уж неправы были конспирологи, я решил отбросить эмоции и обратился к фактам. По словам Джеффа Нельсона, бывшего пилота коммерческих авиалиний, то, что мы видим в небе позади авиалайнера, ненормально. Мужчина не может сказать точно, что это, кто и почему все это делает, но утверждает, что это неестественно. Бывший военный инженер Айраджа Сайвадас пояснил, инверсионный след всего лишь облако пара, такое же, как мы оставляем во время дыхания в морозный день. Оно рассеивается за считанные секунды. Нас уверяют, что надо быть безумцем, чтобы принять обычный инверсионный след авиалайнера за что-то еще. Но тогда я безумец. Химики брали пробы и доказали, что в составе того, что сливают нам на головы в высоких концентрациях присутствуют алюминий, стронций, марганец, барий и сульфат меди. Нам возражают, что алюминий одно из... Растеклись лужицами алюминия, да? ...из самых распространенных веществ. И это так. Но он редко присутствует в связанной форме, резюмирует пилот. В связке с HARP геоинженерия превращается в мощнейшее средство контроля погоды, поясняет бывший научный сотрудник Метеоцентра и телеведущий Скотт Стивенс. Откровенно об этом объявить страхи позволят не всем. Думырин инженер аэрокосмических технологий из Германии. Он рискнул выйти к людям и открыто рассказать о химтрейл-генераторах, распыляющих в небе токсические вещества. Я работал на секретной военной авиабазе и устанавливал на самолеты комплекты такого оборудования. Как-то сказал боссу, что он намерен дать показания в суде. Спустя три дня он пришел ко мне домой и сообщил, что вынужден меня уволить, так как на него давят сверху. Это был последний день, когда я смог работать по специальности. Сегодня, когда на грань выживания поставлена цивилизация, скрывать правду становится все сложнее. Уверху, это небо Германии. А это уже Канада, Калгари. Так выглядит сейчас вода после дождя. Что ж, на этом все. Травят нас на самом деле или нет? А если да, то с какой целью? Вряд ли нам об этом расскажут. Но то, что ресурсы Земли исчерпываются, воды и воздух становятся более грязными, это факт. А вы как думаете, друзья, что происходит с нашей планетой и что будет дальше? Вот хвойные деревья и вообще любые вспыхивают очень быстро, если рядом огонь. Но тут как бы получилось так странно, что, видите, смотрите, два дома рядом. Один подчистую выгорел, а второй стоит целенький, невредимый. То есть, вот очень... И вот вокруг вам лесные пожары. Пожалуйста, деревья стоят абсолютно целые и не пострадавшие. И дом стоит рядом целый, а рядом сгорел полностью. И это видео... Это странное, что стоит лес, он вообще не горит, а горит полосочка именно вдоль тротуара, вдоль асфальта шоссе. С обоих сторон горит полосочка. И вот смотрите, вот машины были припаркованы у дороги, вот там дальше лес, он целый. Эта машина припаркована, вот тут дорога. И смотрите, машины все загорелись, а деревья стоят целые, а людям впаривают, что это лесной пожар. И вот смотрите, вот это карта вот этих пожаров, которые сейчас были. Смотрите, загорелись города, маленькие города. Сразу вот видите точки, это штат Калифорния как раз. И кстати, смотрите, за границу штата, вот ровно граница штата, вот там пожара нету. Не в том штате, не в этом штате, не в этом. А именно сжигали штат Калифорния только. Именно городки. И смотрите, горят лесной пожар, он перемещается и все возгорается. Но вот задумайтесь просто людям над тем, что ладно, я понимаю, в одной точке загорелась и перемещается дальше-дальше. Но вспыхнуло-то только в городах и сразу разные точки, они не связаны между собой. А посмотрите, вот тут вспыхнуло на берегу прямо океана, тут на берегу океана, тут, тут, прямо на берегу океана и говорят, что это сухость и жара, плюс 11 жара, значит, и сухость вот прямо на берегу вспыхивает, прямо на пляже. Вот видите, деревья тоже горят интересно, деревья возгораются изнутри, то есть возгорание деревьев происходит внутри дерева и так много деревьев. И вот смотрите, вот это, я просто боялся авторские права нарушить, вот эта штука, да, которая бьет именно сейчас, это видеосъемка, это я с нее сфотографировал, но это была видеосъемка, она с перерывами так, ту-дух, 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 хренячила. И это в Калифорнии, вот в ноябре сейчас было, видите, вот она бьет и там загорается. И это, я просто фотки сделал, но на ютубе это видеозапись есть этого, она коротенькая, видеозапись, в одном из видео по пожарам в Калифорнии есть видеозапись, как этот луч прямо выстреливает. Как это загорелось одновременно сразу во многих местах из штата Калифорния. Штат Калифорния, он хотел отделиться от США, так что, может быть, тут есть какая-то связь в этом. Вот, смотрите, целый дом стоит, а рядом сгоревший дом. Как это так? Этих фотографий с этого ноябрьского пожара. Лес стоит целый, а чисто дома, дома выгорают. Вот машины на шоссе прямо загорелись. И где же тут лес в середине шоссе?